Всем привет! Это канал про клинопись и аказский язык, и в этом видео мы продолжаем учиться читать на аказском языке. И уже в конце этого урока вы сможете свободно читать любую транскрипцию. Итак, мы пройдем правила деления на слоги и правила обосновки ударения. Поехали! Правила деления на слоги. Их всего у нас три, и сегодня все правила будут идти в тройках. И первое правило гласит, что в одном слоге может быть только один гласный. То есть один слог равен одному гласному. Иными словами, в акадском нет дифтонгов. Это, конечно, полуправда, но тем не менее. Мы будем этому следовать. И, например, в слове киан, это не один слог с дифтонгом, а это будет два слога. Вот. Мы еще к этому слову вернемся. Далее. Второе правило. Что слог не может начинаться на гласный звук. Вот. Или слог должен начинаться на согласный звук. Если проще. Но есть два исключения. Первое исключение – это начальный слог. Действительно, это очень частая история. Например, слово «а-бум» переводится как «отец». И, как видите, начинается оно на гласную, и, соответственно, слог начальный будет начинаться на гласную. А-бум. А вот почему мы мы относим ко второму слогу, а не к первому? Тут работает правило. Слог должен начинаться на согласную. А-бум. И второе исключение. Когда у нас слог начинается на гласную, это когда у нас есть два рядом стоящих гласных. То есть выбора просто-напросто нет. И слой «ки-ам» у нас будет «ки-ам». То есть видим два гласных, рядом стоящих между ними, будет идти граница слога. Некоторые исследователи ставят, кстати, между ними даже вот так «алев», чтобы показать, что это не два подряд идущих гласных, а между ними все-таки есть какой-то согласный. И, наконец, третье правило гласит, что слог не может начинаться или заканчиваться на два согласных. Или, если то простить, если мы видим два согласных, стоящих рядом, между ними также будет идти граница двух слогов. И пример этому. Давайте я перейду вот сюда. Слово «шарум» переводится как «царь». Мы видим два подряд идущих «р», между ними будет граница. «шарум» и второе слово, давайте возьмем «вардум», которое мы уже видели в предыдущем уроке. Тоже два подряд идущих согласных «рд», «вардум» переводится как «раб». И видите, без разницы, царь вы или раб, к вам будет применяться одно и то же правило деления на слоги. Теперь давайте поделим на слоги одно длинное, интересное слово и применим все эти три правила за раз. Итак, слово «итенепуш». Первый слог «и». Исключение второго правила начинается на гласный. «Т» мы относим к последующему слогу. «Т», потому что он должен начинаться с согласного. Далее, следующий слог «неп», «не» мы относим к нему, чтобы он начинался на согласный. А «п», мы видим два «п», два согласных, между ними будет разделение на слоги. «итенеп» и у нас остается слог «пуш». Теперь типы слогов, которые нам тоже нужны, чтобы поставить ударение. Их всего три. Есть краткие слоги, долгие и сверхдолгие. И это напоминает нам виды гласных в акадском языке. Ведь есть краткие с черточкой долгие и долгие с крышечкой. Ну, давайте смотреть. Краткие слоги. Я буду записывать их схемами. Выглядит это так. «А-ба». То есть «а» — это любой гласный, «б» — это любой согласный. То есть это открытый слог с краткой гласной. Или просто любой слог, который оканчивается на краткую гласную. Далее. Следующий тип. Долгие слоги. Здесь у нас они имеют такой вид. То есть это либо открытый слог с долгой гласной, либо закрытый слог с краткой гласной. То есть закрытый, он оканчивается на согласной, а не на гласной. Вот. Это в будущем очень будет важно. И, наконец, сверхдолгие слоги. Уже по тому же паттерну мы выводим. Это «а-ба» с крышечкой. Открытие слоги. Или «ак», «бак», «ак», «бак». Это виды слогов в алкадском языке. Если вам кто-нибудь скажет, зачем вы учитесь алкадский, вы на нем не «беними», а вы им скажете, а мы уже как минимум «ак», «бак». Итак, наконец-то правило ударения. Итак, первое правило деления на слоге у нас гласит. Если последний слог сверхдолгий, то он ударный. То есть идти мы постоянно будем с конца слова. Например, слово «элюм». Видим «элюм», видим гласный с крышечкой, значит, он точно сверхдолгий, и он будет ударным. Далее. Следующее правило. Если так получилось, что последний слог не сверхдолгий, мы от конца идем в начало и ищем первый, который нам попадется, долгий или сверхдолгий слог. Выглядеть это будет так. Давайте возьмем слово «шаратум». Это царица. Не царь, как «шарум», а царица. И вот смотрим. Шар-ра-тум. Последний слог. Долгий, а не сверхдолгий. Идем дальше. Следующий слог. Ра. Видим гласный с черточкой, он долгий, значит, подходит, и ударение на шаратум. Вот. И давайте еще возьмем глагол, который мы тоже уже видели, который произносится как «ши-та-аль». И давайте теперь поймем, почему он произносится именно так. Делим на слоги «ши-та-аль». Все-таки олег тоже у нас согласный, и между двумя олегами идет разделение. И смотрим. «Аль» — это долгий, а не сверхдолгий. Идем назад. «Та-та». То есть это закрытие слог, потому что заканчивается на олег, а гласное краткое. Но, помним, по правилу это долгий слог, поэтому нам подходит и он ударный. «Ши-та-аль». И, наконец, третье правило, которое выводится, кстати, из второго. Действительно, если мы так будем с конца, идти в начало, и не найдем ни одного долгого или сверхдолгого слога, мы придем в начало. И, естественно, если у нас все слоги в слове краткие, ударение падает на первый слог. И давайте пример. Возьмем слово «как-кадум». Очень интересно звучит, да? Переводится оно как «голова» или «вершина». Очень много у него переводов. И смотрим. «как-кадум» — это краткие слоги, на них можно даже не смотреть. И ударение падает на первый слог. «как-кадум». Теперь, для практики, давайте поделим на слоги и поставим ударение в длинных и сложных словах. Возьмем слово «тетенепуша». Делим на слоги. Те-те-не-п-пу-ша. И смотрим. Ша — краткий, идем дальше. Пу — краткий, идем дальше. Неп — закрытый, с краткой гласной, значит долгий, значит ударный. Те-те-не-п-уша. Следующее слово. «Напиштушу-ну». Звучит интересно. И записываем. «Напиштушу-ну». «Напиштушу-ну». А почему же такое ударение? Диагноз логи «на-пиш-ту-шу-ну». Ну, краткий, нет. Шу — краткий, нет. Ту — краткий, нет. Пиш, долгий, да. На-пиштушу-ну. А если вам хочется еще попрактиковаться, то вот слова, которые нужно поделить на слоги и поставить ударение. Они взяты из грамматики Джона Хиннагарда, которую я с английского перевожу и выкладываю в Телеграм. На этом все. Поздравляю вас. Теперь вы можете читать любые слова и любые тексты на аккадском языке. Глянулся так, будто бы вспомнил, что это за язык. И в следующих уроках мы будем покушаться на грамматику аккадского языка. А пока с вами прощаюсь. И буду очень благодарен, если вы поддержите канал. Всем пока.